Здравствуйте! Вы на канале Урал Спецтранс. При проектировании вахтовых автобусов нашим предприятиям был проведен анализ аналогичных изделий на рынке. Также наши инженеры-конструкторы учли опыт клиентов по эксплуатации вахтолог. Здравствуйте, Константин! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, при проектировании вахтовых автобусов, какое основное требование было? Основное требование клиентов – это безопасность, что дает в данном случае каркасная конструкция обшистом снутри пластиком повышенной прочности, снаружи листовым металлом. Ну, второе – это обязательно тепло, потому что вахтовые автобусы, как правило, работают на Крайнем Севере, и сохранить тепло – это очень важно. А как здесь осуществляется отопление? Отопление здесь осуществляется двумя видами – это автономным подогревателем, который стоит в салоне, автономный подогреватель, который работает от дизельного топлива, то есть в аварийном режиме, если что-то с автомобилем случилось, то есть всегда пассажиры могут остаться в тепле, то есть в комфортных условиях. Также этот фургон оснащен двумя отопителями от системы охлаждения двигателя, то есть антифриз или тасол. То есть тепловая энергия подается на радиаторы, радиаторы уже распространяют ее по салону. Здесь их стоит две штуки – то есть в начале и в конце салона. Это для чего дополнительные в случае выхода? Это не дополнительные, это штатные обогреватели, то есть во время движения, во время всех поездок работают они. То есть здесь заметно, что мы стоим в полный рост, данная конфигурация дает этот туннель посередине вахтового автобуса, сиденья стоят над туннелем и опять же мы не задевая головой спокойно проходим, то есть мой рост 180 сантиметров, средний рост, довольно комфортный. Данный автобус оснащен вентиляционным люком, который является также запасным выходом и аварийным люком, и дополнительным люком в конце салона, который является также вытяжкой, то есть он может работать принудительно. При положительных, высоких температурах его можно открыть и включить вентилятор, который будет отсюда выводить горячий воздух. Сиденья все оснащены трехточечными ремнями безопасности, то есть это сейчас требование большинства компаний эксплуатирующих вахтовые автобусы, есть двухточечные, есть трехточечные. Трехточечные все равно являются более безопасными, их требует заказчик, здесь они установлены. На полу это автолин, повышенной прочности материал, который не протирается, не скользит ни в лед, когда на него, например, пройдешь масло или еще какие-то ЛВЖ жидкости. Салон автобуса оснащен осветительными приборами на 24 вольта, включая его индивидуально, можно отключить, если пассажиры, например, спят в определенном участке. Также здесь имеется по правилам аптечка установлена, огнетушитель и переговорное устройство с водителем. Автобус имеет 28 мест плюс одно место в кабине водителя. А есть вот вахтовки, которые видят пассажиры, как едут люди, там какие-то стекла устанавливаются, окна? Есть модификации вахтовых автобусов с окном, что позволяет водителю наблюдать, что происходит в салоне. Но на данной модели это невозможно, потому что сам тягач со спальником и там окон нет. То есть кабина Пи Урала не предусматривает сзади окон. Но мы устанавливаем по требованию сюда видеокамеру, выводим монитор на водителя. То есть водитель записывает и непосредственно постоянно контролирует обстановку в салоне. На данной модификации автобуса установлена самая простая лестница. То есть это не откидная, не выкидная. То есть открыли дверь, вышли и зашли. То есть это, как бы сказать, полученная обратная связь от клиентов. То есть мы видим, как переделывают наши вахтовые автобусы, других производителей. То есть это самый оптимальный вариант. Она на транспортерных лентах, то есть ее нельзя сбить. Она на резине, она просто согнется и примет обратную. И также не нужно выходить водителю, если пассажир забыл закинуть лестницу. То есть дверь всегда закроется. И опять же это удешевляет конструкцию автомобиля. Хотелось бы обратить на высококачественные замки, которые рассчитаны на весь срок службы фургона. Что подтверждает, вот сколько лет уже делаем, не выходят из строя. А еще вот хотелось спросить про стекла. Бывает, что какие-то они там вклеенные, вот здесь вот они прорезиненные, или как вот это вот? Бывают вклеенные стекла, здесь они через резиновый уплотнитель установлены. Вклеенные стекла, они применяются на моделях из сэндвич-панелей, где движение вообще самих панелей практически невозможно. Здесь сам фургон, он немножечко гуляет. И для этого за стеклам дается свобода. То есть они не лопаются ничего, потому что в тех местах, где эксплуатируется данная техника, бывает все. Замена этих стекол намного быстрее, дешевле. То есть вытащили старую, стеклопакет заказали, новый быстренько поставили, и машина уже на ходу и дальше работает, выполняет свои задачи. Там в автовый автобус нужен на автомобиле «Урал», шасси 4320 с кабиной «Пи». То есть это бескапотное исполнение со спальным местом. На этом пока все. Не забывайте подписываться на канал «Уралспецтранс». Всем пока!